А на участке в Краснодарской филармонии горожане голосуют под звуки оркестра. Музыканты встречают избирателей у входа. В одном из самых красивых залов Краснодара поток горожан не прекращается ни на секунду. Среди избирателей первые лица города. Александр Михеев подчеркивает, что голосование – долг каждого горожанина, и выбрать время для волеизъявления сегодня обязаны все, кто хочет участвовать в судьбе своей страны. Мы выбираем главный представитель ОРН, Государственную Думу, которая будет определять на очередной срок своих полномочий и жизнедеятельность нашего государства. То есть те законы, по которым будет жить страна, край и город Краснодар. Люди, которые никогда не ходят на выборы, безусловно, не могут предъявлять никаких претензий ни к власти, которая функционирует ни к представительным, ни к исполнительным органам, потому что они себя из этого процесса исключили. Поэтому я считаю, что очень важно каждому человеку проявлять свою активность, отдавать свой голос. Отмечу, что на участке Центрального округа голосуют с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней, так называемыми КОИБами, которые считают голоса без участия человека. На всех этапах процедуры выборов горожанам помогают сотрудники избиркома. Новая Госдума должна быть работоспособной и максимально ориентироваться на запросы населения. Таково мнение председателя Законодательного собрания края Владимира Бекетова. Он сегодня тоже принял участие в голосовании. По словам спикера ЗСК, выборы – это прежде всего проявление ответственности за будущее страны. Мы же хотим стабильности, мы хотим развития, мы хотим хорошего будущего для следующих поколений, для многих поколений. А все это зависит от каждого человека, от его жизненной позиции, от его жизненных взглядов, устоев. По мнению Бекетова, особая роль в диалоге российских парламентариев с народом принадлежит депутатам-одномандатникам, присутствие которых в Госдуме позволит детальнее разбирать проблемы на местах, поскольку они являются представителями конкретной территории. Сегодня на избирательных участках можно встретить и самих кандидатов в депутаты Государственной Думы. Так, в Краснодаре на участок 2333 на улице Ливаневского, который находится в монтажном техникуме, пришел Владимир Явланов вместе с супругой и внуком Денисом. Кандидат по 46-му одномандатному округу поприветствовал избирателей, получил бюллетени для голосования, прошел в кабинку, где сделал свой выбор. Это очень важные выборы, и те выборы, которые определяют дальнейшее развитие всей нашей страны. Не только страны, но и региона, Краснодарского края и, конечно, города Краснодара. Я думаю, что именно эти выборы, те люди, которые будут в Государственной Думе Российской Федерации, вместе со своими избирателями могут решить многие вопросы, которые сегодня нас и волнуют. Поэтому никто не должен остаться в стране и сделать сегодня свой выбор, по сути дела, выбор на все будущее развития и страны, и края, и нашего прекрасного города.